Решение DLP существует уже давно, наверное полтора десятка лет приблизительно и сегодня какие настроения витают на рынке и понимают ли люди, точнее безопасники, необходимость этих решений или уже там все поставили уже все поигрались ими и забыли и изобили на них. В той аудитории в которой я сегодня был модератором не было пожалуй ни одного человека который бы поднял руку и сказал что у него DLP уже установлено, а это означает что не все поставили, не все наигрались, не все угрозы закрыты и та трансформация которая сейчас продолжается она будет еще идти дальше потому что DLP превращается в такую кофе-соковыжималку я бы так сказал, да, которая делает очень много из того что не делал раньше, а сейчас это must have считается одной из функций DLP, никто ее не ставит в сомнение и вот то конкурентное поле, которое существует сейчас на рынке, оно означает что мы придумываем для рынка и друг для друга, новые квесты, которые успешно решаем и вот эта конкуренция среди там трех-четырех основных вендоров она дает развитие отрасли, которая как вы видите на форуме совершенно не загибается. Если поговорить про развитие DLP систем, как вы считаете, что ожидает заказчик сегодня от DLP? От DLP заказчик, как обычно, ожидает развития. Мы, например, будем двигаться в сторону взаимодействия с SIEM, потому что в SIEM через SISLOG можно не только выгружать информацию, но и получать ее обратно. Несмотря на то, что SIEM отлично все анализирует, мы могли бы с помощью скоринга разрабатывать дополнительные модули интеграции с SIEM и это было бы очень интересно. Возможно, у нас появится такой продукт и я думаю, что в какой-то среднесрочной перспективе мы анонсируем более подробно то, о чем я говорю. Еще немножечко про перспективы развития DLP условно через пять лет. Что из себя будет представлять? Сложно сказать, что будет через пять лет, потому что у нас на рынке нет очевидных лидеров. А вот застрельщики, которые так иначе формируют моду, за ними приходится гоняться. И все зависит от того, кто из основных вендоров придумает что-то интересное на рынке. Зачем подтянутся наши заказчики. А мы работаем все-таки для них. И совершенно не все, что мы выбираем в качестве вектора развития, заказчики воспринимают и правильно на это смотрят. Мы сегодня как раз рассказывали про такой модуль, как Discovery. И вот Галина Ряба, которая мимо проходит, совершенно с нами согласилась, что основной непродаваемый модуль в DLP – это модуль Discovery. Почему непродаваемый, никто не знает, потому что на Западе именно Discovery означает DLP. А у нас немножко другой свой российский, как обычно, путь. Некоторое время назад у нас было больше вендоров, в том числе западных, которые так или иначе были законодателем мод на рынке. Сейчас это все пропало. Сейчас все это превратилось в то, что остались только наши вендоры, которые между собой конкурируют. Но, тем не менее, они очень похожи. Есть определенные отличия, есть свой исторический путь. Но, так или иначе, вендоры очень похожи. Так вот, через пять лет мы будем иметь ту реальность, которую будет востребоваться заказчиком. Кто-то что-то придумает новое, и это новое должны оценить на стороне заказчиков. Вот мы придумали, допустим, фотодетектор, определение телефона перед экраном. Сейчас эта тема пошла. Ну, наши конкуренты, наверное, вынуждены будут это повторить. Если мы придумаем что-то, то, чего рынок не увидит в своей жизни, то это мы просто положим в стол. И придется делать то, что сделают наши конкуренты, и на что рынок позитивно отреагирует. Вот, пожалуй, вот так. А что это именно будет, я не знаю. Но то, что DLP превращается в очень интегральный инструмент для оценки не только утечек, но и каких-то тем сбоку, это совершенно однозначно. Посмотрим, мне очень интересно. Через пять лет до жизни, да, спасибо. В связи с началом пандемии и переходом на удаленку очень многие компании заинтересовались DLP именно с точки зрения работы с кадрами. То есть они DLP как-то перефокусировались, что ли, с непосредственно безопасности, там, на какой-то банальный там учет контроля времени, там, менее банальная оценка вообще корпоративного, внутри корпоративного настроения у людей. И говорят, что у заказчиков есть такая потребность. То есть они хотят использовать DLP не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения работы с кадров. Вот в вашей практике вы чувствуете вот такой интерес со стороны заказчиков? Как раз помимо фотодетектора, это модуль, который представлен в 11 версии, у нас вышел модуль Ставкоп, который занимается контролем рабочего времени, потому что это действительно востребованная тема. Она стоит именно сбоку от DLP, чуть-чуть сбоку, но, тем не менее, абсолютно точно его дополняют. Это еще один из источников анализа информации при расследовании инцидентов, при построении отчетов. Ну, очень по-разному можно это все использовать. И для контроля рабочего времени в части HR-отделов. Поэтому, ну, вот это ровно то, что мы сделали, то, о чем вы меня спросили. Да, мы видели эту проблему, и поэтому именно в 11 версии совершенно недавно вышел этот новый модуль, который, в общем, является флагманским для нас в 11 версии. Можно ли сегодня кого-то из сотрудников компании удивить, неприятно удивить тем, что за ним будут следить DLP или, в принципе, это уже стало нормой? Можно, 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 но все зависит от того, как построено взаимодействие, ну, в том числе юридическое сопровождение. Кадровые службы в заказчиках я не буду, потому что сам не юрист. Хотя мы с некоторыми большими аудиторами общаемся на эту тему, они утверждают, что в этом нет никаких проблем, что можно регламентировать это некими документами, в том числе трудовыми договорами. Но время от времени мы слышим вопросы на эту тему. Что касается общей правоприменительной практики, я не слышал ни одного за 20 лет случая, чтобы кто-то имел со стороны заказчиков большие проблемы от тех сотрудников, которые сначала что-то украли, а потом туда предъявили претензии. Этично ли следить за сотрудниками, если они работают тем более со своих устройств у себя дома или нет? Не знаю. Я не юрист, не правовец. С этической точки зрения у нас все настолько перемешалось, что за себя я тоже ответить даже не могу. В какой-то момент мне кажется, что этично, в какой-то нет. Я в поиске. Может быть, мы это искать будем в ближайшие 5 лет. Продолжение следует...